Уильям Питт, первый граф Четтем, британский государственный деятель из партии Вигов, который в качестве военного министра в годы Семилетней войны внес неоценимый вклад в становление Британии как мировой колониальной империи и смог значительно прирастить заморские владения британской короны, закончил карьеру премьер-министром. Его часто называют Уильям Питт-старший, чтобы отличить его от сына Уильяма Питта-младшего, который руководил британским правительством в годы Наполеоновских войн. Его имя носит американский город Питтсбург. Ранние годы Питт родился в состоятельном семействе. Его дедом по отцовской линии был алмазный Питт, наживший баснословное состояние в бытность руководителем Мадрассского отделения Устинской компании. Это он привез в Европу знаменитый алмаз. Регента по материнской линии дедом будущего политика был Виконт Грандисон из семейства Вильерсов, дальний родственник герцога Бикингема. Тем не менее, по рождению он принадлежал к сословию нуворишей, а не потомственной аристократии, и большую часть политической жизни занимал место в Палате общин, а не в Палате лордов, за что получил прозвище «Великого общинника». Обучался в итонской частной школе и свободно посещал по крайней мере два университета – Оксфордский и Утрехтский. По обычаю того времени он совершил краткое путешествие по континентальной Европе на средства, выделенные свойственником – лордом Кабемом. Владельцем блистательной усадьбы в Стоу этот влиятельный сановник готовя свержение всевластного эр, Уолпола набирал команду верных себе молодых вигов. Будучи незаурядным оратором, Питт выступал рупором этого кружка, засыпая миролюбивого Уолпола обвинениями в молодуши и призывая к возобновлению колониальных войн. После того, как юные патриоты из выводка Кабема перетянули на свою сторону и принц Уэльского, Уолпол был в 1742 году отстранен от управления государством коридоры власти. После падения Уолпола Питт видел своим главным соперником государственного секретаря Джона Картерета, который ввязал Англию в войну за австрийское наследство. Питт высмеивал его стремление всемирно защищать от посягательств французов гонаверские владения правящего монарха, за что подвергся астракизму со стороны короля. Вследствие противодействия монархе он долгое время не мог рассчитывать на высшие должности в правительстве. В 1746 году Георг II против своей воли назначил Питта вице-казначеем Ирландии и главным казначеем вооруженных сил. Тот использовал свое положение для укрепления британского флота, ибо рассчитывал перевести противостояние с Францией с континентальных полей сражений в колониальные воды. Получив наследство от сочувствовавшей ему герцогине Мальбора, Питт вышел в отставку и удалился с жалобами на подогров свой новый дом в курортном бате. В 46 лет он неожиданно женился на сестре своего покровителя лорда Кобема. Семилетняя война. Между тем разразилась Семилетняя война и Питт был призван стать главой правительства. Фактически именно он руководил военными операциями англичан. Развернув стяг национальной войны, Питт искусно объединил вокруг себя все враждующие партии. В соответствии со своими убеждениями Питт по возможности уклонялся от участия в кровопролитных, но бесплодных, по его мнению, в сражениях на европейском континенте и сосредоточил свое внимание на колониальных фронтах в Индии и в Америке. Эта политика англичан оказалась весьма дальновидной. Им удалось вытеснить французов с территории Канады и Индии, прирастить свои владения в Вест Индии и в Африке. Но в Средиземноморье они потеряли стратегически расположенный остров Минорка. Цель следующих ударов – предвидео колониальные владения, одрехлевшие Испанией. Однако правительство отказалось связываться в новую войну. В знак протеста он в декабре 1761 ушел в отставку, закат карьеры. В 1760-е годы Питт тяжело страдал от подагры, которая, по отзывам современников, время от времени ударяла ему в голову. Промежутки между учащавшимися затмениями рассудка он заполнял улучшением ландшафта своей усадьбы в Бертон-Пенсенте, для чего прибегал к услугам знаменитого садовника Эл Брауна. Король возвел Питта в потомственные лорды с титулом графа Читэма. Этот шаг вынудил его оставить палату общин ради палаты лордов, где он имел гораздо меньше влияния. В те же годы он порвал с влиятельной семьей супруги, высказывая слишком либеральные, по их мнению, взгляды. Он, в частности, заступался за угнетенных американских колонистов и радикального журналиста Джона Уилкса. Похоронен в Вестминстерском аббатстве. Расписанная палата Вестминстерского дворца использовалась как прощальный зал с телом умершего Уильяма Питта Старшей. Источники Джереми Блэк Питт, The Elder, The Great Commoner, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0521-39806-1, Earl of Stonhope, Life of the Right Hummery, Blue William Pitt, J. Murray, 1867. Субтитры создавал DimaTorzok